Позвольте вам представить доклад обеспечении радиационной безопасности при выводе и эксплуатации ядерно-радиационных опасных объектов. Наш авторский коллектив это сотрудники госкорпорации РУСАТОМ и акционерного общества ВНИИ и НЭМ. Собственно и материалы этого доклада навеяны моей работой во ВНИИ неорганических материалов, когда я руководил отделением вывода из эксплуатации. Дальше, пожалуйста. Александр Анатольевич Абрамов в пленарном докладе и сейчас Сергей Анатольевич Дерябин в установочном, очень объемном докладе говорили о масштабности вывода из эксплуатации. При этом я хочу добавить к обоим докладам, что это не просто масштабность, это многие объекты очень уникальные и, соответственно, система обеспечения безопасности в них должна быть тоже уникальная. Дальше, пожалуйста. Здесь рассматриваются отдельные технологии вывода из эксплуатации. Они далеко не все перечислены, потому что внимательный и компетентный слушатель, естественно, добавит сюда пару-тройку десятков технологий. Однако, тут необходимо добавить, что все они взаимосвязаны. При этом, скажем так, желательно использовать технологию, которая и эффективная, и дешевая. Но это как самый лучший вариант. Но при этом эта технология должна быть абсолютно безопасна. Потому что многие наши объекты, то, что безопасность – приоритет, один из приоритетов госкорпорации «Росатом», это вы все знаете. Но в некоторых случаях, особенно в объектах, расположенных на территориях городов, поселков, в частности, также мегаполисов Москвы, Санкт-Петербурга, технологии обеспечения безопасности, скорее всего, будут играть главную роль. Дальше, пожалуйста. Вот перед вами представлена технологическая схема обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации корпуса Б в НИНМ. Данный проект был достаточно уникален тем, что финансирование его осуществлялось как из средств федерального бюджета по госконтракту, так и из средств резервных фондов. Это позволило заказчику начать работы фактически по выводу из эксплуатации корпуса до заключения госконтракта. Скажем так, предварительный этап весь дел в НИНМ. Кроме того, то, о чем говорил Сергей Александрович Дерябин, пришлось разбивать контрактацию объемов радиоактивных отходов, потому что, скажем так, в силу определенных причин было проведено их снижение, и в самом начале, если бы было контрактовать проектную объемы РАО, то просто было бы невыполнение госконтракта. Поэтому был еще и третий исполнитель госконтракта РАО. При этом я хочу отметить, что в обеспечении безопасности руководящую и направляющую роль всегда играла эксплуатирующая организация. Вот вы видите технические решения, которых было принято порядка 12 при исполнении работ. И чем характерно, они все обсуждались с авторским надзором, с инициаторами технических решений, с техническим надзором, но при принятии технического решения эксплуатирующая организация всегда настаивала на полной безопасности данного технического решения. И многие решения были приняты с повышенными мерами безопасности. Ну, также все материалы проектные, которые, также материалы, которые были получены для получения санитарно-эпидемиологических заключений на разных стадиях работ, проходили, соответственно, экспертизу. ФМБА выдавали СЭЗы, Ростехнадзор выдал лицензию на вывод из эксплуатации, а также мы получали отдельное расширение условий действия лицензии на демонтаж, собственно, строительных конструкций корпуса. При этом я хочу сказать, что согласно закону об атомной энергии, всю полноту ответственности за обеспечение безопасности при проведении работ несет эксплуатирующая организация. И только эксплуатирующая организация, и коллег, я прошу об этом всегда помнить. Дальше, пожалуйста. Ну, собственно говоря, здесь на этом слайде представлена технологическая схема газоочистки. Она была трехступенчатая, то есть была централизованная газоочистка системы корпуса ВЭТ, а потом созданная система газоочистки, и техническими решениями была введена дополнительная система газоочистки, это промышленные пылесосы, высокопроизводительные промышленные пылесосы. Значит, эффективность перед вами. Если сложить суммарную эффективность, то на выходе получается воздух гораздо чище, чем система приточной вентиляции забирала в корпусе. Исследования, проводимые эксплуатирующей организацией, показали, что уже после второй стадии газоочистки у нас практически чистый воздух. Поэтому централизованная система газоочистки, она играла как бы уже контрольную функцию, и была полностью исключена попадание радиоактивных веществ в выбрасываемый воздух. А как вы знаете, в НИНЭМ находится на территории города Москвы. Дальше, пожалуйста. Вот на центральном снимке, оранжевом, обведен контур корпуса B, и зеленым это жилые дома, которые расположены практически в 6-10 метрах от периметра организации. Значит, при подготовке к выводу из эксплуатации была введена в эксплуатацию система ОСКРО, а также совместно со стационарной системой ОСКРО, которая была подключена к ситуационно-кризисному центру госкорпорации Росатом. Также при проведении работ по выводу из эксплуатации была задействована мобильная ОСКРО. Это позволило нам дублировать, особенно на стадии демонтажа здания, отдельные моменты, когда, скажем так, было 14 участков радиоактивных загрязнений, которые не могли быть удалены во время дезактивации строительной конструкции и удалялись уже во время демонтажа зданий. Это в основном на первом и втором этажах. При этом использовалась мобильная система ОСКРО с автономными источниками питания, которая показала, что данные работы были проведены с высокой эффективностью и радиоактивные вещества в воздух не попали. Тут вот маленькая опечатка измерялась стационарной мобильной системой ОСКРО, как объемная активность альфа-излучающих нуклидов, так и объемная активность бета-излучающих нуклидов. Дальше, пожалуйста. Производственный контроль радиационной безопасности. Проект вывода из эксплуатации подразумевал 176 320 измерений. То есть этого было достаточно, и мы получили положительное заключение экспертизы на проектную документацию и, соответственно, лицензию на производство работ. Однако исполнение проекта вывода из эксплуатации дало значительное увеличение количества измерений. Это не означает, что плохой проект. Это означает, что при производстве работ произошло снижение объемов РАО. А снижение объемов РАО, оно происходило в том числе и за тщательной сортировки. Соответственно, если вы тщательно что-то сортируете, вы должны дополнительно измерять. Ну, маленькую экономию мы сделали при обследовании здания перед разборкой строительной конструкции. Видите, она не очень маленькая, она на порядок. Но это логика того, что при проведении обследования не надо было уже настолько тщательно обследовать уже зачищенные места, потому что уже данные по зачистке этих мест, они были. Ну, также по определенному картированию было проведено обследование котлована перед его засыпкой. Были обнаружены отдельные радиоактивно загрязненные места, которые оперативно удалялись. Дальше, пожалуйста. Мониторинг радиационной обстановки. Под мониторингом радиационной обстановки понимался мониторинг на территории промплощадки в НИИНМ. Потому что организации относятся к организации третьей категории потенциальной радиационной опасности. Соответственно, ее граница, ее санитарно-защитная зона ограничена периметром организации. Собственно говоря, показатели перед вами. Это была целиком инициатива эксплуатирующей организации, которой нужно было понимать радиационное состояние не только в месте проведения работ, но и на собственной площадке. И вот здесь очень хороший положительный опыт мы приобрели в взаимодействии с ФМБЦ имени Бурназяна. Когда они взяли на себя контроль радиоактивности загрязнения в растительности грунта на территории района Щукино. И, естественно, когда начался демонтаж корпуса, активные жители абсолютно правильно начали писать, что тут происходит какое-то совершенное непотребство, что нас сейчас загрязнят полностью. И вот эти данные, пусть их было мало. 9 проб грунта и 9 проб растительности. Но когда мы встречались с блогерами, причем на территории предприятия, показывали им, как проводятся работы, вот это вот сыграло очень значительную роль, потому что была привлечена третейская организация, которая показала, что не просто на территории предприятия, а в районе Щукино у нас все нормально. Дальше, пожалуйста. Индивидуальный дезиметрический контроль персонала. Ну, тут представлена экипировка персонала. Вот вы видите, что это только полнолицевые маски, это использование различных дополнительных средств индивидуальной защиты. Это нам позволило обеспечить того, что радиоактивность в организм персонала не попала. И, кроме того, так как, естественно, что было гамма-излучение, мы не превысили контрольный уровень индивидуальной эффективной дозы. Вот он перед вами, то есть он колебался, он немного вырос просто за счет интенсивности работ, но контрольного уровня превышенного не было. Дальше, пожалуйста. Отдельный вопрос – это безопасность. Я назвал это преобращение с открытыми источниками ионизирующих излучений, но это не совсем верно. Это, скажем так, работы вне периметра зданий. То есть был определенный газоход от 53-го здания к корпусу Б, который был демонтирован. Соответственно, мы применили двустадийную защиту – это шлизовое укрытие и локализующий состав на основе ПВС, которым газоход был покрыт изнутри. Соответственно, путем оформления всех нарядов допусков на опасные работы мы просто запустили внутрь сотрудника, который производил изнутри вес. На самом деле уникальная работа, которая позволила в кратчайшие сроки, и, главное, безопасно, без выхода радионуклидов в окружающую среду, демонтировать данный объект. Дальше, пожалуйста. Как Сергей Александрович говорил, Дерябин, основное в дискуссии было, что это обращение с отходами. Здесь я хочу показать, собственно говоря, что понятно, ВНИНЭМ научная организация и обращение с большим количеством отходов, их образование – это, естественно, не ее бизнес. ВНИНЭМ взял на себя обращение с наиболее активными отходами, что вы видите на показанных диаграммах. Кроме того, эксплуатирующая организация взяла на себя ответственность за обращение с отходами первого и четвертого класса опасности, а также отходами материалов, загрязненных радионуклидами, но не относящихся к категории РАУ. Дальше я об этом подробно расскажу. Но данные отходы, скажем так, были наследием вывода из эксплуатации, наследием, естественно, в кавычках, и были удалены только в 2018 году, потому что, в принципе, нормативной документации по обращению с данными отходами ее практически нет. Документации, но с заключением концерна «Росэнергоатом». То, что написано во споробе в документах Минприроды, это, к сожалению, документы Минприроды не учитывают традиционный фактор обращения с этими отходами. И фактически на внеотраслевых площадках их размещения разместить их не удалось. Поэтому они были размещены внутри отрасли. Дальше, пожалуйста. Критерии радиационного объема радиационного контроля при выводе из эксплуатации. Ну, всегда задается вопрос, а у вас контроль достаточен? Чем это показано? И вот здесь, в этой табличке, мы попытались проанализировать тот опыт, который получили на корпусе «Б» и сравнить его с тем, что за проектирование при выводе из эксплуатации других объектов института. Это установки «У-5» и корпус «УЖ». Соответственно, критерии, удельные критерии объема радиационного контроля. Это относительно площади объекта. Но этот критерий, естественно, не репрезентативный, потому что, ну, скажем так, объект может быть большой, а загрязнение маленький. Однако, перейдем к другому критерию. Площадь загрязненных помещений объекта. И вот что мы видим. При корпусе «Б» скажем так, единицы измерений на метр квадратный мы имели в проекте 49. Соответственно, в реальности их получилось 94. И проектировщик по, скажем так, взаимодействию с эксплуатирующей организацией уже в последующих проектах вывода эксплуатации, ну, назовем так, резко увеличил объем удельного контроля. То есть здесь мы сделали выводы. И я думаю, что коллегам тоже надо смотреть вот на объем радиационного контроля при выводе из эксплуатации. А если вы посмотрите на коэффициент относительно радиоактивных отходов, то есть объем радиационного контроля на кубометр «РАУ», то для трех объектов он практически постоянен. Соответственно, 36, 46 и 38. Это в проекте. Однако по корпусу «Б» получился коэффициент удельного объема радиационного контроля относительно «РАУ» 211. Тут, соответственно, как я раньше уже сказал выше, при уменьшении объемов «РАУ» у нас увеличивается объем радиационного контроля, потому что все это, все эти работы надо контролировать. Соответственно, чем меньше вы будете делать «РАУ», чем меньше вы будете производить в кавычках радиоактивных отходов при выводе эксплуатации, тем у вас увеличится радиационный контроль. И вот это одна из проблем, потому что на самом деле есть проект, и по проекту положено вот столько радиационного контроля. И не, скажем так, на это нет ни копейки, ни копейки больше. И при его увеличении это уже нагрузка либо на исполнителя госконтракта, либо на эксплуатирующую организацию. Ну, это вот проблема, которую я хочу высветить, и которую надо все-таки в перспективе решить. Дальше, пожалуйста. Итак, вот этот вот отходы, производство и потребление с повышенным содержанием радионуклидов. Это, скажем так, отдельная часть презентации, она очень небольшая. Я просто хочу сказать, что они образуются во многих отраслях промышленности при добыче полезных ископаемых. Это в основном природные радионуклиды. В металлургической промышленности, при эксплуатации объектов, использовании от энергии, и при выводе из эксплуатации объектов, использования атомной энергии. Дальше, пожалуйста. Генеральная инспекция госкорпорации Росатом в этом году провела аналитическую работу, разослав письма и получив ответы. Вот красным, значит, это образование вот этих отходов, промышленных отходов с повышенным содержанием радионуклидов в организациях отрасли в период до 30-го года. А белые, а белым это возможное, повторюсь, возможное размещение промышленных отходов на собственных площадках организации. Путем консультаций с подразделениями, госкорпораций с организациями было выяснено, что наиболее оптимальным и наиболее, скажем так, безопасным будет размещение данных отходов на площадках предприятий. Сейчас организован ряд совещаний с представителями Минприроды, собственно, в чем виднее находятся эти отходы, по проработке вопроса такого размещения. Также хочу вас проинформировать, что Генеральная инспекция госкорпорации Росатом в 2022 году инициирует разработку санитарных правил по обращению с промышленными отходами, содержащими радионуклиды для организации ядерного топливного цикла. Дальше, пожалуйста. Все, коллеги, вот кратко по безопасности. В заключении доклада хочу вам сказать, что когда вы будете проводить вывод из эксплуатации своих объектов, необходимо помнить, что ответственность за все работы на объекте ведет эксплуатирующая организация. Спасибо.